Продолжаю заниматься коробкой. Прихвачиваю такие крепления через 30 сантиметров в углу 2. Вот такие вот из трубы 20х40. Так это будет стягиваться сюда винт, сюда винт. Это центральная коробка, это вот боковые. Ну вот, закончил с каркасом, со всей профтрубой. Ушло 34 метра трубы 20х40, двойки. Вес получился приличный, плюс еще лист двойки ляжет. Сейчас переворачиваю, делаю обналичку, привариваю петли, срезаю прихватки, разбираю. Приварил обналичку. Полоса 40-я, 4 мм толщиной. Вот на такие косыночки. Тоже нашлись в отходах, валялись. Ну, 40 мне кажется, скудновато будет. Хочу еще вот так вот квадратом, скрученным обрамить. Так уже более кажется. Посерьезнее вид. По поводу петель. Привариваю их со смещением на обналичку. Если вот приварить вот так вот, то вот тут вот, который нахлёст будет на двери, при открывании он может или задевать, или очень близко проходить коробки. А если сделать вот так вот, то уже сразу край вот этого нахлёста начнет приподниматься при открытии. Вот. Вот так прихватил, выставил. И сюда временно подкладываю пластинку 2 мм. Чтобы вот здесь вот был зазор. Чтобы при открывании никаких чирканий не было. И чтобы, когда дверь открыть, можно было её снять. Потому что всю целиковую нереально её будет установить. Вот сейчас прихватил. Вот эту можно зазорчик вот этот вот убирать и уже приваривать без пластины. Подшипники залепил скотчем алюминиевым. Вот так закрутил квадрат. Для обрамления и обновички на станочке самодельном. Дверь уже у нас открывается. Такие ступеньки получились. Три уплотнителя, три контруплотнителя. Терморазрыв раз. Терморазрыв два. На двери один терморазрыв. Разобрал коробку двери на три части. Где не проварено, проварил. Зачистил всё. Сейчас режу из проски такие полосочки для терморазрыва. Мажу герметиком по контуру. Леплю полоску сюда герметиком и стягиваю всё. Вот, прилепил на герметик. Вторую половинку просто обмазал герметиком. Сейчас будут соединить. Ну вот, всё, собрал коробку, дверь. Всё, стермо разрыва с герметиком. Врезал замок. ОПЭК. Самый дорогой, который у нас в городе есть. Лучше ничего не так. Теперь, сейчас вырезаю сюда лист, привариваю и можно будет красить. Вначале хотел покрасить вот такой вот, престижевской, кузнечной краской. Потом решил молотковой. Вот это престиж. А это уже молотковая. Что-то мне прикольного молотковая больше. Чем кузнечная. И немножко она потемнее. А кузнечная она как серебрянка смотрится. Ну, блёсточки такие. Тоже интересный цвет. Ну вот, отрезал лист. От листа остались обрезки. Выставил зазоры. Сейчас прихватываю. Потом вырезаю тут под ручку отверстие и крашу. Наконец-то дошло время до покраски. Все внутренние части, которые закроются, покрасил обычной краской. На молотковой. Подсохнет. Буду вставлять сюда пенопласт. Пеноплекс не нашел у нас в городе. Буду вставлять пенопласт. И временно, пока в доме отделки нету никакой. Обошью ОСБ. А потом уже видно будет, может, типа ламината или еще чем-то. Коробка полностью покрашена. Коробка полностью покрашена. Не знаю, на камеру. Видно, что горение. Короче, это молотковая краска. Закрылся с дверью. Обшил пока ОСБ и покрасил ее. Потом, когда отделка будет в доме, уже ламинатом, скорее всего, все это дело подошью. Но, возможно, сюда большое зеркало еще будет. А вокруг чем-то, пока не ясно. Ничем по-хорошему обшивать не собираюсь. Два контр-уплотнения на двери и один контур-уплотнения на коробке. Коробку пока еще не запенил. Дверью очень довольна. Буду еще одну такую делать с окном. По деньгам вышло на 13 тысяч. Ну, плюс, если еще ламинатом отделывать, в пятнашку уложиться легко. Замок 2000, а личинка на нем была маленькая. А личинку пришлось отдельно. За 800 рублей, по-моему, покупать. Если сразу с личинкой, с большой, найти, то еще дешевле будет. Буду сейчас запенивать. На покраску около 2000 ушло. Один момент, который я не учел, это вот здесь вот я зазор оставлял. Вот это вот между профилями. 5 миллиметров электроды я вставлял. И у меня не получилось прикрутить вот эту пластинку. Потому что замок около 3 миллиметров. Тут метра два. И тут плотничком это все дело встает. Если кто будет, учтите этот момент. Зазор сделайте побольше. Ну, она в принципе и не нужна особо.